МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. И Михаил Юрьевич Мухин, ведущий научный сотрудник Института Российской Истории РАН. Добрый вечер. Добрый вечер. Те, кому доводилось покидать пределы бывшего Советского Союза на поезде, справляясь на запад, знают ритуал смены колесных тележек. На станции Брест или на станции ЧОП вагон поднимают на домкратах и заменяют колесные пары на более узкие, европейские. И в этом есть очень глубокий символизм. У России свой особый путь в истории. Так называемая русская колея. Петербург, Московская, Николаевская, а затем Октябрьская – все это название первой в России двухпутной железной дороги, открытой в 1851 году. Ширина ее колеи составила 1524 миллиметра, на 89 миллиметров больше, чем в Европе. Такая колея и получила название русской. По одной версии, эту ширину выбрали по Совету консультантов из Америки. Такой размер был популярен в Южных Штатах. По другой – просто хотели затруднить транспортировку вражеских армий в Россию в случае войны. Сейчас русская колея проложена в 23 странах, а в России ее общая протяженность превышает 158 тысяч километров. Ну как, пригодилась нам русская колея в смысле обороны от внешнего защиты, от внешнего вторжения? Действительно, существуют разные версии, но не названо самое главное – экономия средств. Хотели ведь строить шестифутовую… Царскосельская дорога уже была 1829, и поэтому было много сторонников. Но раз уже построено, давайте эту построим. А потом посчитали, что если ее уменьшить просто, экономия получается там… Ну, разные были подсчеты, где-то до 17%. А, экономия – это наша палочка. Экономия в основном – это нас, обземленные работы, обземленных работ просто уменьшался. Это сыграло главную роль. Хотя американский консультант Джорджи Вашингтон Уислер действительно строил в Америке дороги этой колеи 1524 миллиметра. Первые 20 тысяч километров американских дорог, и действительно, правильно сказали, это южные районы Америки, они имели колею, ну, хочется сказать, наше, да. То есть мы, скорее всего, взяли эту колею. Но самое главное, самое главное – это была экономия средств. Так почему же еще уже не сделать европейскую? Я хотел бы сказать, что на тот момент, на середину XIX века, никакой европейской колеи не существовало вообще. В Европе существовало, я не помню, не то 5, не то 6 стандартов. И, пардон, что имелось в виду? Какой европейской колеи нужно было подлаживаться? Даже до сих пор, помимо российской и европейской колеи, в мире существует, я не помню, не то 10, не то 15 стандартов, которые распространены от длинных стандартов в Австралии, другой стандарт в Южной Америке. Поэтому здесь достаточно щепетильный вопрос. К чему надо было подлаживать свою колею Николаю? Убедать было практически невозможно. Очень правильно было сказано, что у России особый путь – особая колея. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что Россия в последние годы все более настойчиво свою колею продвигает в Европу. В 2008 году начались переговоры о строительстве ветки колеи 1524 мм до Братиславы. Впоследствии до Вены, ну и там дальше… Тоже ведутся переговоры и до Вены даже. Да, по плану в Громадёд, там Италия проявляет интерес, Германия проявляет интерес. Но пока не скажу, серьезные переговоры идут до Братиславы и до Вены. То есть, теоретически, русская колея прорвется в центр Европы. А вот в этой связи, вы знаете, я слышал такой термин, как «железнодорожный империализм». Что вот Россия в 19 веке создала вот эту «железнодорожную империю». Это мягкое подбрюшье Средней Азии, это Сибирь, это Маньчжурия и так далее. Можно ли в этом смысле говорить о некой, так сказать, что вот такое имперское сшивание евразийского пространства? Это конкретно исторический такой момент был. Я бы не стал так утверждать. Дело в том, что дорогу строили как можно быстрее во Владивосток, ну если взять, вот Транссиб, допустим, да. Там ведь кроме военных вначале возить-то было нечего. Это строилось для укрепления военно-политических позиций на Дальнем Востоке. Это была главная цель. Кстати, ее могли построить, ну ее все равно, конечно, построили, но в другое время. Когда наша разведка получила информацию о планах строительства с глубин Китая в Маньчжури, в железной дороге, Александр III приказал ее строить. То есть это была реакция на некие геополитические реалии. Абсолютно геополитические реалии, да. Не положусь сразу по нескольким позициям. Во-первых, для России тогдашней железные дороги представляли собой не столько элемент железнодорожного империализма, экспансионизма, сколько железнодорожное, знаете, как на бочке обручи, которые стягивают. Ну, геополитическое положение страны таково, что Россия вытянута в широтном положении. Между тем практически все судоходные реки у нас оттекут в меридиональном. Соответственно, связанность страны становилась все меньше и меньше по мере расширения. И железные дороги были единственным возможным способом как-то вот соединить рассыпающуюся страну вместе. Крымская война показала, что страна рассыпает снаряд регионов. Во время Крымской войны французы доставляли из Марселя в Крым батальон быстрее, чем этот батальон ножками шагал от Москвы до того же Крыма. Соответственно, для России это был, еще раз, не вопрос экспансионизма, а вопрос соединения воедино уже существовавшего. Знаете, вот я подумал к вопросу о различии между Россией и Европой. Первая в мире железная дорога общего пользования в Англии в 1825 году – Стоктон-Дарлингтон, промышленном районе для вывоза угля. А в России железная дорога начиналась как увеселительное заведение для царской семьи, а затем уже для гуляющей публики. Да и само слово «вокзал» поначалу обозначало увеселительное заведение. Май 2011 года. На Киевском вокзале, как всегда, многолюдно. Но вместо спешащих пассажиров его заполнили любители классической музыки. В 21 веке концерт на вокзале – событие исключительное. А вот для 19-го столетия оно было вполне рядовым. В 1838 году была закончена первая в России железная дорога, соединившая Петербург, Царское село и Павловск. Но привыкшую к лошадям публику пугал шумный паровоз и огромные по тем временам скорости. Новый вид транспорта у многих не вызывал доверия. Чтобы усилить его привлекательность, на конечной станции в Павловске построили роскошное здание – музыкальный вокзал. Сегодня его даже называют первой российской филармонией. Прекрасный вокзал летом и зимою будет служить сборным местом для столичных жителей. Игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда всякого. Так писал вдохновитель этого проекта. 1835 год. По приглашению горного ведомства в Россию из Австрии прибывает известный инженер Франц фон Герстнер. Цель поездки – обозрение горных заводов. Но уже в первые месяцы пребывания в России он загорелся идеей постройки железных дорог. О чем и написал императору Николаю Первому. Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России. Доводы фон Герстнера произвели впечатление на монарха. И вот спустя несколько недель его записку уже обсуждают в специально созданном комитете. Она становится причиной жарких споров. Железные дороги называют демократическим злом, а затею Герстнера – бесплодной и вредной. Но все-таки железную дорогу решено строить. 30 октября 1837 года в 12.30 под звуки оркестра поезд с пассажирами, среди которых был царь, отправился в царское село из Петербурга. Вел его сам Франц фон Герстнер. 21 версту прошли за 33 минуты – рекордно короткий срок для того времени. «Не можем изобразить, как величественно сей грозный исполин пыша пламенем, дымом и кипящими брызгами двинулся вперед», – восхищалась одна из столичных газет. Жители окрестных деревень взирали на чудо техники с ужасом, считая его порождением дьявола. А железная дорога уже в следующем году соединила Петербург и царское село с Павловскому. Практической пользы от железной дороги еще не было. Аристократия ездила на дачи и просто за город. Чтобы подогреть интерес публики, дирекция царской сельской железной дороги пригласила на летний сезон 1856 года Иоганна Штрауса. Успех маэстро был таким огромным, что он приезжал в Павловск еще 9 сезонов подряд. В конце 19 века в России начнется железнодорожный бум, и вокзалы приобретут свое современное значение – станут транспортными узлами со средоточением городской жизни. И только редкие музыкальные вечера напоминают о том, чем были вокзалы в те времена, когда паровоз вызывал изумление и восхищение. Да, музыка Павловский, там ведь и Собинов, и Шаляпин пели, я понимаю. А в действительности, да, ведь Герстнер в свое время убедил Николая, что это полезно, доказав ему – войска будем возить. И на это человек с военноинженерной подготовкой Николай I клюнул как раз. А ведь так элита же была настроена крайне негативно. Практически произошел эпизод, который как-то в сознании плохо умещается – заседание комитета министров. Это январь 1942 года. И комитет министров в полном составе против строительства железных дорог. Николай I просто был возмущен. К этому моменту многое было сделано, посылали делегации, Мельников с Крафтом ездили в Америку, изучали, писали доклады, и все, и вдруг – против. Обратите внимание, тот самый Николай Палкин, которого так ругают, продавил это своим волевым решением. Будем строить, хотя все были против. Будем строить. Но для него это была военная составляющая, важна, видимо, в том решении. Ну, отчасти да. Но и, собственно, и дальнейшая история тоже показывала. Планы строительства железных дорог, ускоренного строительства после поражения в Крымской войне, ведь тоже были обусловлены. Ах, если бы, вот Михаил Юрьевич говорил, тысяча верст пешком прошагателей на телегах по грунтовым, не по шоссе, не по каменной, не по брусчатке, а по раскисшим проселочным дорогам, в каком состоянии войска приходили в Крым? А если была железная дорога, результат этой войны мог быть иным. Фактически ведь в 19 веке, если вот посмотреть на весь объем строительства железных дорог, большая часть полотна была построена в 19 веке. Я согласен с тем, что приблизительно к рубежу веков в России сложился общий полигон, на котором бы развивались железнодорожные сети. То есть эксплуатационная длина сети, разумеется, увеличивалась, но уже не кардинально. То есть где-то к началу 20 века у нас было 100 тысяч километров, где-то к 50-м годам уже 117 тысяч километров, и, наконец, к 1980-м годам где-то 145-150 тысяч километров. Но! К 80-му году у нас уже было около 50 тысяч километров двухпутной железной дороги. То есть вот даже если мы возьмем самую вершину айсберга, за счет увеличения многопутности у нас резко возросла пропускная способность. А когда, в какую эпоху был самый высокий темп строительства железных дорог? Это конец 19-го? В 90-е годы, да, в 90-е годы. В 90-е годы. Абсолютный рекорд был установлен. Мировой рекорд, причем, как я понимаю. Ну, наш рекорд, скажем так, абсолютно, действительно, непревзойденный. В 1899-й год ввели в эксплуатацию 5 тысяч. Это фантастика. Причем это государственные дороги, казенные дороги. В основном казенное строительство. Это что, необходимость промышленного развития России в тот момент? Государственная политика. Что подкрепило этот железнодорожный бум конца 19-го века? Реформенный. Ну, этот транспорт, безусловно, сыграл колоссальную роль. Последовали заказы, на этом поднималось машиностроение, металлургия. И, фактически, локомотив у нас играл ту же самую роль, что в Америке автомобиль. Потому что он потянул с собой первый этап индустриализации. Фактически, он на железнодорожном строительстве у нас. Я слышал мнение, что вообще Россия окончательно состоялась, да, как единая территориальная империя, когда был завершен Транссиб. То есть, по большому счету. Посмотрите, даже ведь до окончания Транссиба Чехов, когда ехал на Сахалин, 1890 год, если я не ошибаюсь, по-моему, 7 месяцев он ехал до Сахалина. Да, примерно так. Ему туда добраться довелось. Потому что дорога доходила там до Барабинских степей, до Омска, а дальше все. На перекладных. Там бывало воеводы в пути умирали, назначенные на Дальний Восток. Ну, это, скорее всего, сама эта терминология, обручим, укрепить страну, она в Столыпинское время появилась. Терминологически даже. В мае 1908 года он в Думе отстаивал идею Амурской железной дороги. И тогда как раз стали говорить о том, что для развития этого региона, для того, чтобы его привязать теснее, экономически привязать, у Столыпина очень интересная фраза. Я, конечно, только приблизительно ее могу передать. Восток проснулся, господа. Если мы не будем осваивать, то в один прекрасный момент эта территория только по названию будет русской. Ну, вот вы знаете, как раз к вопросу о стратегической, о том, что железные дороги у нас каждый раз появлялись как стратегическая необходимость, ведь точно так же возник Транссиб. Конец 19 века. Российская империя вдруг почувствовала реальную угрозу потерять едва ли не половину своих азиатских владений. В случае внешнего вторжения эти земли просто некому было защищать. Во всем дальневосточном крае тогда проживало не более двух тысяч человек, а дорога туда, сквозь тайгу, снега и болота, занимала целый год. Из-за этого тревожного чувства в стране появилась новая национальная идея соединить Петербург и Владивосток надежным полотном железной дороги. Магистраль, длиной в 10 тысяч километров, позволила бы освоить и заселить эти бескрайние просторы и сделать Россию настоящим мостом между Востоком и Западом. В 1891 году состоялась торжественная церемония открытия строительства Транссиба, на которой присутствовал будущий император. Первый костыль в полотно сибирской чугунки в Челябинске забил вчерашний студент из Петербурга, а теперь весьма перспективный практикант Александр Ливеровский. С этой дорогой будут связаны следующие 23 года его жизни. Ливеровский был одним из тех молодых специалистов, о которых сибирские газеты писали. Инженеры, люди новые, приезжие, со светлыми пуговицами, в форменных мундирах и чудеса. Никому до сих пор не пытались своротить скулу, надавать оплеух, упечь под суд, согнуть бараний рог. Делают себе мирно да тихо свое дело и никого не обижают. Идеи и методы работы Александра Ливеровского опережали все, что было на тот момент передового в строительстве дорог и туннелей. Он добился невиданной до того механизации земляных работ. Грунт возили грузовиками, а туннели проходили точно выверенными взрывами и электрическими бурами. Именно Ливеровский закончил возведение Амурской дороги, построенной на российской территории уже после войны с Японией. И будучи теперь начальником строительства, забил в полотно Транссиба финальный серебряный костыль. За все годы он ни разу не был замечен в самом распространенном на больших стройках грехе, вздоимстве. На участках Ливеровского ни одной жалобы, хотя километр рельсового пути доходил по стоимости работ до миллиона рублей, констатировал писатель Валентин Распутин, изучавший историю Транссиба. Честность и несгибаемую волю Александр Васильевич Ливеровский продемонстрировал еще не раз, уже после глобальных перемен в стране. Один месяц он пробыл министром путей сообщения в последнем составе Временного правительства и предотвратил переброску в Петроград контрреволюционных войск генерала Корнилова. В октябре был арестован большевиками и уже в крепости получил предложение возглавить техническую часть наркомата путей сообщения. Ливеровский ответил так. «Я всю жизнь работал для народа, сейчас же еще не убежден, что рабочие и крестьянские массы желают того, что произошло». После этого заявления ему пришлось уехать в Мацесту, где у него был домик, и работать там сторожем и садовником. В систему железных дорог Ливеровский вернулся только по личной просьбе Феликса Дзержинского, которого однажды спас от царской полиции. Последней дорогой, которую он проектировал, была дорога жизни из осажденного фашистами Ленинграда. Александр Васильевич Ливеровский ушел из жизни в 84 года, награжденный главными советскими орденами. Он избежал печальной судьбы большинства министров Временного правительства. А вот смотрите, Ливеровский руководил рельсами, накладкой рельсов на лед Ладожского озера для эвакуации. Ведь то же самое, как я понимаю, происходило на Байкале, когда был Транссиб, еще не было круга Байкалки, и собственно рельсы клали прямо на лед Байкала. Это так, да? Да, было. Во время русско-японской войны, когда вот образовалась эта брешь, когда Транссиб дошел до Байкала с одной стороны и с другой стороны, а между ними как бы вот озеро Байкал. Ну, летом-то ходил паром, а зимой пришлось класть рельсы непосредственно по льду и вести войска в Маньчжурию. А лед же там метровый, да, он фактически выдерживал нормальную работу? Ну, самое главное, что Ливеровский потом все-таки построил эту кругу Байкальцев, железную дорогу, пробил эту пробку и провел железную дорогу по берегу. Самый тяжелый участок у него был 16 верст, так будем точнее говорить, и 12 туннелей у него вот на этом участке. А всего на Байкальске было 39 туннелей, это совершенно уникальная дорога. Ее называли золотой пряжкой Транссиба, потому что она соединила вот в этом месте. И правильно здесь показывали кадры, технически он использовал, он построил электростанцию, он все технические достижения использовал. Там в каждом бараке освещение было, ночью освещалось все, буровые работы велись по самым последним разработкам, как, что применялась, разная взрывчатка, потому что иначе там построить было очень-очень сложно. Ну вот Ливеровский, смотрите, он связал очень интересно и Транссиб, и то царское время, и в советское время удалось поработать. В советское время что происходило с железными дорогами? То есть то, что вот вы говорили, собственно, новые дороги как таковые не строятся, но происходит расширение пропускной способности полотна? Ну, во-первых, все-таки строятся. Меньше, но строятся. Причем были построены, ну, такие хрестоматийные магистрали, как Турксиб, Южсиб, Средний Сиб, ну, БАМ, думаю, про БАМ все знают. И, кроме того, строится очень много обводов. Со строя половины 70-х годов начинается форсированное применение бархатного бестыкового пути. Опять новая революция. Попутно внедряется электрическое управление стрелками. Ведь хрестоматийная фигура стрелочника, который бегает по путям вручную, передергивает эти стрелки, она же ушла в прошлое. Постоянная технологическая модернизация какая-то идет. Но вот вы упомянули БАМ. Насколько экономически оправданно было строительство БАМа, или это все-таки была чисто стратегическая вещь, Брежнев боялся Китая? Это расхожая легенда, что весь БАМ строился только для того, что, не знаю, двинут на Китай танк в армию. Или наоборот, что Транссиб просто ведь проходит вдоль границы с Китаем, и китайцы перерезают его в течение суток. Или иметь стратегическую ракаду. Дело в том, что, когда читаешь подлинные документы, выясняется, что военные сюжеты, если там и были, то где-то на третьем-четвертом плане. Был очень четкий план. Сейчас, на тот момент, где-то первые половины 70-х годов, очень дорогие нефтепродукты. Мы повезем по этой железной дороге нефтепродукты из Западной Сибири на Дальний Восток. Предполагалось, что к 1985 году по БАМу будет перевозиться приблизительно 50 миллионов тонн в год, и из них 40 миллионов нефтепродукты. Предполагалось, что будет очень богатый рынок. К сожалению, эти расчеты не оправдались. Ну, с одной стороны, Китай переориентировался на танкерную нефть из Ирана. С другой стороны, нефть самотлора потекла по нефтепроводу в Западную Европу. Но, действительно, вот я полностью согласен, существовал еще второй план. Предполагалось, что БАМ станет локомотивом, который потащит за собой очень богатый новый экономический регион. Забайкаль и Южную Якутию. Но это был план, рассчитанный на развивающийся динамичный Советский Союз. К сожалению, железную дорогу в Черне в общих чертах закончили в 1989 году. И тут уж, извините, не вина БАМа, что Советский Союз был не побеждающий, не развивающийся. Ну, я думаю, еще важная вещь, о которой мы не говорили, это некая символическая культурная роль железной дороги. Железная дорога как хранитель некого национального архетипа. И вот, вы знаете, здесь, мне кажется, очень интересно, уместно вспомнить возвращение Солженицына, которое мы уже упоминали по Транссиву, как он из Владивостока ехал до Москвы. И здесь, мне кажется, в этом путешествии был огромный совершенно символизм, некое подведение итогов русской истории. 27 мая 1994 года. Дальний Восток. Магадан. В аэропорту города приземлился самолет из Аляски. По трапу спустился Александр Солженицын. Так всемирно известный писатель ступил на родную землю после 20-летнего изгнания. Вечером того же дня он отправился во Владивосток, откуда началось его длительное возвращение в Москву по Транссибирской железнодорожной магистрали. Солженицын ехал в специальном вагоне, прицепленном к поезду Москва-Пекин. За 55 дней пути Александр Саевич посетил Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск и еще 12 городов, где общался с местными жителями, чтобы понять, как изменилась родная страна. Знаете, а я вспоминаю возвращение в Москву другого узника ГУЛАГа, Шаламова. У него в колымских рассказах есть потрясающий совершенно рассказ о погоне за паровозным дымом. Вот это его, как он стремится вернуться назад в цивилизацию, вот он наконец вырвался с Колымы, он приехал в Якутск, но вот он пишет, что в Якутске еще не было паровозного дыма. И вот только когда он добрался до Иркутска, в Иркутске он впервые услышал вот этот свисток паровоза, увидел паровозный дым, и у него просто дрожь пошла по спине, потому что он понял, что только тогда он возвращается. Потому что это цивилизация. Потому что это цивилизация. Хорошо, если бы наши руководители меньше летали самолетами, а больше ездили поездами, и в окошко лучше бы знали свою собственную страну. Вот, и стране становится лучше. Я вспомнил, Николай Первый выделил деньги специально, чтобы ландшафт привести в порядок вот на этом участке от Петербурга до Царского села. Это далекая и далекая история. А, да, да, благоустройство, типа, к вопросу, как нам обустроить Россию. У нас же все равно идет очень сильная ориентация на железнодорожный транспорт, в ущерб такой обычной автомобильной дорожной сети. Это тоже сложилось с 19 века, потому что коммерческое строительство, уже у нас был период частного строительства, но самая главная задача была построить вывозные дороги к портам. Вот и строили из глубин страны, к Одессе, к Риге, к Ревелю, да, вот так вот выстраивались, чтобы вывозить хлеб в Европу. Они же заложили тогда скелет, основу-то, и так она и существует до сих пор. Но, причем, надо понимать, что особо большого выбора, так строить или сяк строить, у Советского Союза никогда не было. Уже к 70-м годам приблизительно на треть железных дорог приходилось около 80% грузоперевозок. И вот этот вот перегруженный полигон, он требовал разгрузимения, разгрузимения, поэтому все новые дороги должны были строиться в первую очередь с целью разгрузки этого полигона. Если бы как бы не дожировать, тут быть бы живу. Угу. Ну, смотрите, Солженицын ехал 55 дней, а сейчас все-таки поезд тоже ведь долго идет, ну, почти 7 дней идет, да, Владивосток-Москва? Какой-нибудь 239-й, что ли, поезд? Нам надо строить скоростные дороги. Китай в программу четкую поставил за 5 лет 13 тысяч скоростных железных дорог. Мы покупаем Сапсаны, они купили лицензию, они уже их производят, 350 км в час рассчитаны магистрали, а мы вот здесь разговариваем. Вспомним, что уже 20 лет идут разговоры о строительстве специального пути между Петербургом и Москвой. Это специальный путь, именно чтобы не разрывать жизнь на обычных путях? Ну, конечно, конечно. Вот я думаю, что есть еще не только магистральное, о котором мы говорим, но есть еще пригородное сообщение с его невероятным человеческим измерением. Те самые электрички, те самые ранние поезда, как в том знаменитом цикле «Пастернак о ранних поездах», где он пишет «Я молча узнавал России неповторимые черты». Если выдался хороший денек, а впрочем, в любую погоду множество москвичей устремляется к пригородным поездам. В столице 10 вокзалов. Поезда подаются каждые 10-15 минут, ведь за один воскресный день нужно перевезти 700 тысяч пассажиров. На дачу, в туристический поход, на пикник, за грибами, на рыбалку и всюду на электричке. В ту эпоху, когда личный автомобиль был редкостью, именно она сделала доступными прелести загородной жизни. И постепенно стала не простым средством передвижения, а настоящим культурным феноменом советской эпохи. Вот одна из первых электричек Советского Союза. В 1926 году электропоезда впервые появились в Азербайджане, а в 1929 начали ходить между Москвой и Мытищами. Преимущества электрички по сравнению с архаичным паровозом пассажиры заметили сразу. Самое главное – чистота. В электричках не было дыма и копоти. Один из первых пассажиров линии Москва-Мытищи вспоминал – красивые они были, с автоматически открывающимися и закрывающимися дверями, очень светлые. Электрички во всех отношениях были лучше паровичков. Эти поезда делал вагоностроительный завод в Мытищах. Но подлинно массовым видом транспорта и символом выходного дня станут не они, а зеленые вагоны Рижского завода, знаменитые эры. Это произойдет уже после войны, когда электрификация железных дорог станет повсеместной. Одновременно в жизнь почти каждого советского человека войдут загородные шесть соток, которые, начиная с 1961 года, правительство стало выделять гражданам под садовые участки. Электричка становится особым пространством, в котором советский человек проводит немалую часть своей жизни. Иногда в ней даже вершатся судьбы, как у героини фильма «Москва слезам не верит». Я даже могу сказать, что вы, например, не из-за... Если я не нашел обученного конца, это еще ни о чем не говорит. Не найдя настоящего мужчины ни в театре, ни на выставках, куда, оказывается, ходят одни женщины, самостоятельный и независимая Катя Тихомирова встречает его в электричке. И этот способ знакомства в Советском Союзе был далеко не редким. Саначек, самоватчик. Саначек. Только бабуля бегом. Так же, как стихийные концерты под гитару, которые устраивала в электричках молодежь. За синим перекрестком двенадцати ветром, со самой ненаглядною старею. За синим перекрестком двенадцати ветром, со самой ненаглядною старею. Согласно статистике, в 80-м году 80% населения ездили в пригороды на электричках. В России популярность электрички связана еще и с дефицитом хороших автомобильных дорог. А в Европе это один из самых бурно развивающихся видов транспорта. Куда более экологичная, чем автомобиль, и зачастую более быстрая, электричка поможет не только выехать из города, но и переехать из одной страны в другую. Да, электричка это действительно какой-то особый мир, некое промежуточное состояние между городом и пригородом. Ведь на электричках же можно вообще фактически Россию пересечь. Ведь футбольные фанаты, часто у них есть такой особый шик, ездить на собачках, на собаках. На перекладных. На перекладных, да. Мы недавно завершили электрификацию Великого Сибирского пути, несколько лет назад только сделали, потому что теперь можно. То есть Москва-Владивосток, можно проехать на электричке? Можно. Но это будет экстрим. Да, экстримально будет. Я хотел обратить внимание, Россия, как в Советский Союз в свое время, мы занимаем первое место в мире по электрификации железных дорог, первое место в мире. То есть это, конечно, колоссальная работа, которая была проведена во второй половине 20 века. И еще один любопытный сюжет. Вот там проехал Р-200. Он же с такой скоростью ходил между Москвой и Петербургом, как и сейчас Сапсан. Как сейчас Сапсан. Потому что там больше уже дорога не позволяет. Поэтому в свое время мы тоже шли по этому пути. И жаль, что приостановились. Мы могли это сделать. Я готовился к этой передаче, посмотрел некоторые свои записи и фотографии у меня из дома. Обратил внимание, вот как мы шли за техническим прогрессом. В 1966 год американцы проводят эксперимент. На свою электричку ставят реактивный. Два реактивных двигателя от своего бомбардировщика. А мы в 1970-м от Як-40 поставили два реактивных двигателя. И он достиг скорости на экспериментальном полигоне 250 км в час. Но потом принято было это направление. Ведь мы не совсем шумы и другие проблемы. И потом уже Япония к этому времени, Франция, Германия перешли на высокоскоростное движение. Для этого надо особые пути строить. Но мы старались, по всякому случаю, тянуться за прогрессом. Конечно, крах Советского Союза здесь тоже сыграл роль. Ну, вообще, электричка – это некий путь в будущее. Потому что, вот как я смотрю, например, в Европе, в густонаселенной. Ведь здесь невероятно идет интеграция поездов дальнего следования и вот этих пригородных. То есть, то, что поезда входят внутрь города, в саму сеть метро. Так сказать, ты можешь на поезде доехать до практически любой точки города. Ну, и это так. Мы сейчас в Москве будем электрифицировать малое окружное кольцо, которому сто лет. Там когда-то было пассажирское движение первые годы, потом отказались. Это грузовые перевозки осуществляют. А сейчас принято решение о РЖД с московским правительством. Будут электрифицировать буквально в ближайшие годы. Так что вернется пассажирское движение. Но вообще, хотел сказать, что у нас-то альтернативы особой нет. Но какой еще транспорт позволит, если довести до ума, если полностью возможности сапсанов на 350 км в час будут использоваться по специальной трассе. Так, вы садитесь в центре Москвы и примерно через два часа вы в центре Петербурга. В завершении нашей передачи, как вы видите будущее, ближайшие, не знаю, там, 15-20 лет? Строго говоря, у нас в стране существует стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года. И, в общем-то, там написаны очень хорошие, очень правильные вещи. Более того, частично эти вещи уже как бы либо почти осуществлены, либо осуществляются. Извините, Амура-Якутская магистраль дошла до Нижнего Бестяха с опережением, по-моему, на два года. То есть, у нас уже в перспективе подсоединение Якутска к общей федеральной железнодорожной сети. Планируется строительство Северно-Сибирской магистрали. Планируется строительство железнодорожного перехода на Сахалин. Неизвестно, это будет тоннель, это будет мост, но что-то там должно быть построено. Сейчас, в середине 2000-х годов, здание Востока в Европу морским путем транспортируется около 7 миллионов контейнеров. По Транссибу идет от 40 до 60 тысяч. Большинство специалистов утверждают, что если России удастся переключить на Транссиб хотя бы 1 миллион, то доходы от транзитных услуг будут сопоставимы с доходом от экспорта нефтепродуктов. Вот это наша цель. На этот рынок мы должны ворваться. Но вот этой мыслью о прекрасном будущем, я думаю, давайте завершим нашу передачу. Хотя, в общем-то, программа наша историческая. И если уж говорить об истории, о прошлом, то надо сказать, что железная дорога – это очень сильный архетип России. Причем не только архетип государственного строительства, военной стратегической необходимости, но архетип очень человеческий, архетип общения. Наверное, нигде в мире железнодорожный вагон не является таким пространством коммуникации, как в России. Знакомиться в поезде Мышкина-Рогожин, в самом начале идиота Достоевского. Знакомиться в поезде пассажиры вагона «Москва-Петушки». Ну, собственно, и мы с вами здесь провели последний час в разговорах о железной дороге. Так что я благодарю своих попутчиков в этом путешествии по русской истории. Александр Сергеевич Сенин, профессор РГГУ. И Михаил Юрьевич Мухин, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Это был исторический журнал «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия. Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова